Уважаемые любители моих книг и маленьких роликов, Дело в том, что накопилось очень много вопросов, на которые мне нужно дать ответ. И поэтому мы сегодня начинаем запись небольшого ролика, который называется «Стул и кость». Это восьмой выпуск ответов на вопрос после карантина. Дело в том, что мне задают вопрос, зачем я занимаюсь, если не занимаюсь наукой, художественной фотографией и преподаванием. Я занимаюсь всяким рукоделем для того, чтобы развивать мозги. Ну, в том смысле, что мне нужно делать какие-то моторные операции, мелкая пластика, ну, старенький человек, для того, чтобы сохранять в рабочем состоянии те области мозга, которые редко используются при моей деятельности. Ну, поэтому я, например, подчиняю стулья. Ну, у меня здесь перепал стул 47-го года, полученный, видимо, по частям из Германии или Австрии. И вот этот стульчик я и подчиняю, вот можете на него полюбоваться. Неплохой получился стульчик, я постарался открыть древесину, которая явно европейского происхождения. Кроме этого вопроса тоже есть очень принципиальный. А жилетка откуда у меня? Где делают такие? Такие прекрасные жилетки делают мастерицы города Суздаля, которые занимаются пичворком. Походите по Суздалю, и в одном из монастырей при входе с правой стороны будет небольшое место, где они, собственно говоря, торгуют свои продукции. Подойдите, поговорите, закажите, и через полгода смотришь, у вас и будет безрукавка. Ну, если душа у художника развернется, как вы понимаете, она может не развернуться еще полгода. Поэтому советую обзавестись. Вещь хорошая, вот у меня даже две их, теплая одна, одна холодная. А цифровка книг тоже большой вопрос. Все спрашивают, а как с цифровочкой-то? Почему бы не распространить? Как-то я послушал двух балбесов великовозрастных, бизнесменов, которые сказали, что книжки будут продаваться еще лучше, если их разместить в интернете. Для эксперимента я уговорил своего издателя, что мне очень дорого обошлось, поставить в открытый доступ в интернете книгу «Догор» искусства фотографии. И произошло чудо. За пять лет не купили ни одной книжки. На чем эксперименты закончены. И дальше продолжаться не будут. А тот, кто будет копировать книги, тут будет преследоваться по закону. Выбирайте, что лучше, поддержать чуть-чуть меня издательства или просто украсть. Ну, кража для обезьян, как известно, это более приятное занятие. Есть масса вопросов по поводу фирмы «Нейролинк», которая собрала огромное количество денег, за которые Илон Маск не может никак отчитаться. В области нейроинтеграции, скажем так, он похож, знаете, на уличного пса, которому досталась вот такая кость, которую он не может никак сгрызть. И вот примерно такая картина, которую вы сейчас видите на экране. Я обычно наблюдаю от бурной деятельности Илона Маска. Понятно, что придя в Америку в период, когда Обама реформировал НАСА, и там произошло такое, что даже австралийский кенгуру выглядел бы как фон Браун. Он, конечно, получил массу заказов. Но когда он полез в нейробиологию, в которой разбирается еще меньше, чем, как я понимаю, его консультанты, получилось несчастье. Посмотрите мое объяснение о том, что, собственно говоря, они сотворили. Илон Маск обещал соединить головной мозг человека с мировой компьютерной системой, чтобы мы легко учились, знали много языков, имели доступ к любым данным. Что же он придумал? Он придумал засунуть чип на кортекс головного мозга человека. В данном случае вы видите как раз фотографию коры. Она в два раза шире, чем вы видите на картинке. Допустим, что он вводит свой чип в эту самую кору. То есть это будет тысяча вот таких палочек. Ну, конечно, намного толще. Быстрее всего смыть палец, поскольку такого сделать довольно сложно. Это примерно размер в несколько микрон. Ну, допустим, он ввел. Чему это приведет? Тысяча таких палочек разрушит примерно при толщине коры известной. Разрушит около 20-30 тысяч нейронов сразу. То есть они погибнут. И начнут разрушаться. Кроме них погибнет несколько десятков тысяч глиальных клеток. Это тоже понятно. И уж совсем на сладкое. Разрушены будут капилляры. И произойдет локальное маленькое, но кровоизлияние. К чему это приведет к финале? К тому, что в зоне лизиса нейронов он будет получать бесценную информацию о мозге. А ЭПИ туда же будет ее передавать от мировой базы данных. То есть понятно, что зона разрушения нейронов – это бессмысленное занятие. Потому что даже внутриклеточное отведение сопряжено с огромными трудностями и повреждением нейронов. А уж такая вещь – это вообще не обсуждается. Так что боюсь, что нейролинк не соответствует своим обещаниям. И вам придется еще подождать парочку илонов-масков, пока вы доберете до мировых баз данных. Здесь нужно сказать, что электрофизиологи, которые вводят по одному электроду в головной мозг даже экспериментальным животным, они большие мастера. Это очень сложное, аккуратное занятие – один электрод вести. А в иначе там это просто будет раневой канал, который я много раз смотрел, делая контроль к электрофизиологическим экспериментам. Физиологи-единицы из них владеют этим искусством, которое очень высоко ценится. А тут такая нашлепка. Конечно, какие-то нейроны останутся. Конечно, какие-то сигналы они будут снимать. Но я думаю, что если почаще использовать такую штучку в мозге человека и лечить депрессию, как он обещает, то быстрее всего Илон Маск изготовит из вашего мозга маскарпоне. Не удивляйтесь, если нейронов там не останется. Ну и к тому же кора для такого рода дел бессмысленна. Дело в том, что еще в 90-е годы прошлого столетия в Чехии было сделано масса операций, с помощью которых вживлялись точно такие же системы, эвакохлеарные, то есть слуховые ядра, пытаясь протезировать человеческий слух. Почему бы не проанализировать результаты 20-летней давности и не рассказать об этом? Ну, во-первых, тогда выяснится, что Илон Маск не первый, а просто, как обычно, скоммунизил. Это раз. А во-вторых, выяснится, что там есть кое-какие последствия, за которые у него могут попросить деньги назад, которые ему дали на это дело. Вот, собственно говоря, как Ларчик открывается. Понятно, что такие вещи делать ни в коем случае нельзя, не проведя серьезных экспериментов. А опыты на трех хрюшках, они хороши для пиара. Порежьте потом гистологические мозги той хрюшки. Но это нельзя, это негуманно. Тогда откроется бездна, о которой он только что говорил. Поэтому хрюшка будут дальше здравствовать, пофигурировать на первых каналах слабо недоразвитых журналистов, которые объявляют о том, что у нас, ну, как Илон Маск сказал, у него 20 микрон ножка. Когда в пять раз тоньше волосы. Интересно, какие у него волосы. Как у лошади хвост, тогда, наверное, они и растут из соответствующего места. Потому что у человека волосы в среднем 30-35 микрон. Ну, за исключением некоторых патологий. Поэтому, уважаемые господа, я думаю, что с Илоном Маском и с его достижениями мы немного поторопились. Хорошо бы их проверить. Еще меня очень часто спрашивают, странные задают вопросы, о политиках и о политике, то, что происходит. Ну, не занимаюсь я этим. Вся политическая деятельность, как и экономическая, является частным случаем эволюционных процессов. Эволюции мозга гоминид. И с этих позиций я могу, пожалуйста, рассказать. Но меня абсолютно не интересует, как, какого политика и где там отравили. Для эволюции это даже не уровень шума. Это ничто и нигде. Ну, раз уж спрашивают, я могу сказать, что меня поражает, конечно, уровень патологической безграмотности врачевателей Ширите. А ничто учебников не читали. По токсикологии и физиологии, в которых все описанные события, произошедшие с этим человеком, легко умещаются в стандартное описание отравления бледной поганкой. И падение концентрации сахара, то есть гипогликемия, и все остальные события, они хорошо известны, связаны с двумя токсинами, которыми как раз обладает эта самая бледная поганка. Это флавоноидами, которые действуют на первом этапе, и аматинидинами, которые действуют на второй. Динамика именно такая. Я не понимаю вообще, о чем может идти речь и что там нужно высасывать из пальца. Кстати говоря, журналисты, обладающие пониженным интеллектуальной ответственностью, уже объявили, что он, наверное, похож на новичок. Это особенно забавно. Значит, и в Англии использована была бледная поганка. С чем я вас опоздравляю. То есть это очень забавно смотреть и слушать, но абсолютно неинтересно. Поэтому таких вопросов мне больше не задавайте. Я этим не занимаюсь. К токсикологам, пожалуйста. А так могу сказать, что будьте здравомыслящими. То есть пользуйтесь здравомыслием, когда слушаете и смотрите то, что происходит вокруг вас. Иногда это помогает. А если вам что-то произносят четко, то тут же полезаете не в интернет, а в серьезные профессиональные справочники. И тут вам откроется бездна знаний. Я вас уверяю, много странных идей исчезнет из ваших голов навсегда. Берегите себя. До свидания. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok